Поток жалоб на работников сферы ЖКХ в Кабардино-Балкарии удвоился за последние годы. Такие данные были приведены на итоговом совещании в Республиканской жилищной инспекции. Его провел первый вице-премьер Кизим Уинаев. В основном речь шла о проверках ТСЖ и управляющих компаний республики. Почему коммунальщиков не страшат миллионные штрафы? Тему продолжит Зухраб Шихачева. Некачественное предоставление услуг ЖКХ в нашей республике давно стало притчей во языцах. Засоренные подъезды и неприглядные фасады никого не удивляют. По последним данным в Кабардино-Балкарии насчитывается 15 миллионов квадратных метров жилья. Большая часть из них обслуживается товариществами собственников жилья. За прошлый год Госжилинспекция провела больше 100 проверок. Нарушений оказалось несколько тысяч. По требованию инспекции, обслуживающими организациями произведены ремонтно-строительные работы по ремонту кровель, водоотводов, ганализации подвальных помещений, лестничных клеток, систем теплоснабжения горячего и холодного водоснабжения на сумму более 2 миллионов. Проверяли в основном по жалобам жильцов абсолютно все – от крыши до подвала. У инспекторов не было цели карать за каждую мелочь, признается руководитель ТСЖ, доверие Асиат Гакунокова. Проверяющие даже помогали ликвидировать те или иные недочеты строителей. Они конкретно указываются, ответя со своими полномочиями, дают списание, дают срок на устранение вот этих уявлений, нарушений. Если все, срок, конечно, не устраняется, это уже штрафная санкция идет. Повторная проверка идет. За невыполненные работы на нерадивых коммунальщиков наложили штрафы. Более миллиона рублей. А не мало ли, спросил первый вице-премьер Казим Уинаев. Неужели все так хорошо работают? По требованию инспекции, они выполнили ремонт строительной работы, то есть выявленные нарушения, исправлялись. И эта стоимость выразила 2 миллиона. Их можно было и штрафами взимать, но мы посчитали лучше, пусть они сделают оперативно. Это хорошо, конечно, если это так. Да. Это очень хорошо, это правильно. Но сегодня мы все живем, знаем в этой республике, как у нас сегодня около домов по территории, как у нас с мусором. Кстати, количество жалоб от жильцов за последние два года удвоилось. У обслуживающих предприятий свои претензии к нерадивым плательщикам. В этом случае также не просматривается тенденция к уменьшению.